Друзья, доброго времени суток. С вами Алиса Петричек. И сегодня в этом коротком видео я хотела бы показать голые факты и голую статистику по майнингу в компании BitClub Network. Я сейчас покажу на примере своего собственного бэк-офиса и на примере того, что я зарегистрировалась в компании с самого начала, практически два с половиной года назад. И, соответственно, мне несколько партнеров отправили свои скрины со своих бэк-офисов, потому что у каждого человека была, естественно, разная стратегия построения бизнеса. Люди откладывали разное количество процентов на реинвест и, соответственно, у многих людей разные результаты. Поэтому я хочу сейчас показать разные варианты, которые возможны и, соответственно, какой возврат получают люди, когда, при каких условиях и на что человек, соответственно, может рассчитывать, когда он инвестирует свои деньги в BitClub Network. Итак, я сейчас поделюсь экраном, я отключу видео, поделюсь экраном. И сейчас я нахожусь в своем собственном бэк-офисе и мы можем полностью посмотреть статистику по майнингу. Опять-таки, да, я делаю акцент, что сейчас, в данный момент, я беру только именно данные по майнингу биткоинов. И, соответственно, у меня было куплено, вот здесь написано, прям первая дата, когда майнинг был запущен, это 16 октября 2014 года. И у меня куплен пол номер один, это за 500 долларов, пол номер два тысяча долларов и пол номер года. Когда компания занимается добычей биткоинов, да, для этого я просто всегда показываю сайт blockchain.info, что, соответственно, является открытым абсолютно источником любой информации. Вы можете отследить любую майнинговую компанию, вы можете отследить любой кошелек, вы можете отследить абсолютно любую транзакцию, которая происходит в мире криптовалюты, да, что связано с биткоином. И я обычно открываю вот эту диаграмму, которая показывает сегодня самые крупные майнинговые компании в мире, которые работают. И на сегодняшний день BitClub Network, посмотрите, набирает обороты, он входит сегодня в десятку самых крупных майнинговых компаний в мире. И теми темпами, которыми мы сегодня закупаем оборудование, к концу 2017 года мы планируем быть в тройке самых мощных, самых сильных компаний в мире. И что мне важно для вас показать, да, мы заходим на BitClub, здесь расположены самые последние блоки, которые компания добыла, открываем абсолютно любой. И здесь как раз таки будет указан кошелек, на который компания получает выплаты по майнингу. В данном конкретном случае мы рассматриваем блок, за каждый блок идет начисление 12,5 биткоинов. Здесь у меня идет отображение в долларах, можно в настройках перевести, чтобы показывалось в биткоинах. Плюс к 12,5 еще добавляется небольшая сумма за комиссии, которые начисляются за подтверждение транзакций. И, соответственно, всю ту деятельность по майнингу биткоинов, которую компания осуществляет, все эти деньги начисляются на кошелек компании. Мы заходим прямо на этот кошелек и, соответственно, мы здесь видим полную статистику по тому, сколько компания намайнила за все время. Но в данном случае мы этим кошельком пользуемся примерно полтора года только, потому что первый год мы только начинали и, как правило, мы перенаправляли мощности на другие пулы по добыче. И где-то полтора года мы майним именно на этот кошелек и вы видите, что за все время было намайнено 55 миллионов долларов. Это идет по текущей цене биткоина, да? То есть у вас может отображаться тоже в биткоинах, что будет более точным. На данный конкретный момент в кошельке до сих пор лежит около 10 миллионов долларов. Что эти цифры означают? Что каждый божий день компания открывает блоки и получает за это вознаграждение в виде биткоинов. И это показывает ту самую реальную деятельность, которая есть в компании. И чем мы отличаемся от других компаний, да, которые предлагают очень часто высокий процент от одного процента в день и выше, то, как правило, это завышенные проценты, которые не основаны на реальной деятельности, которая приносит настоящий доход. И, соответственно, главный вопрос, да, если прекратить приток новых партнеров в компанию, остановится ли деятельность от этого компании или нет. Если проценты завышены, то, естественно, это идет большей частью от притока новых людей. Когда поток уменьшается, соответственно, компания схлопывается и закрывается. В данном случае, если мы закроем двери для новых партнеров, да, будем таким закрытым клубом, то в этом случае клуб не пострадает. Почему? Потому что, как мы каждый день майнили, так мы и будем добывать. На блокчейне можно посмотреть, сколько в день мы открыли блоков, да, иногда бывают дни удачные, мы добываем много. Иногда бывают дни неудачные, мы добываем мало. И каждый день эту статистику можно отследить на блокчейне. Так вот, каждый день, сколько компания намайнит, она за вычетом затрат на электроэнергию берет то количество партнеров, которые существуют в пуле, да, вот у нас три разных пула. Естественно, в каждом пуле разное количество участников. И согласно количеству долей, то есть одна целая доля, да, это 500 долларов, тысяча или две. И есть возможность за счет реинвестиций, я сейчас объясню чуть позже, как это работает, накапливать доли. И соответственно, чем дольше партнер находится в клубе, тем большее количество биткоинов он получает, потому что как по геометрической прогрессии доли накапливаются. И вот компания берет согласно тому, сколько долей у каждого партнера и начисляет тот ежедневный доход, который она получает от майнинга. И система, как работает, да, то есть сколько компания намайнила, вот сколько есть, столько она и начисляет. Поэтому иногда сложно сказать конкретный процент за день, да, потому что каждый день ситуация разная. Сегодня повезет, получим больше. Завтра не повезет, получим меньше. То есть сумма постоянно, начисление по биткоину, она колеблется, да, плюс-минус. Бывает меньше, бывает больше. Потом еще важно понимать такую ситуацию, да, что, к примеру, сегодня пришло очень много партнеров, но компании, естественно, нужно время для того, чтобы заказать оборудование, для того, чтобы это оборудование произвели, доставили, для того, чтобы это оборудование подключить в работу и чтобы компания начала майнить, да. И соответственно, когда каждый раз приходит новое оборудование и подключается к работе, происходит вот такой буст выплатах, потому что, естественно, больше мощности, тем больше блоков мы добываем. И буквально две недели назад мы заказали еще примерно на 8 миллионов долларов новое оборудование. Я еще хочу показать один вам сайт, который я люблю использовать. Это btc.com. То есть это все третьесторонние сайты, которые отображают статистику в режиме реального времени. И здесь на этой странице можно увидеть все пулы и какие мощности задействованы в режиме реального времени. Видите, битклаб, кстати, совсем не так давно было 100 прхэш, сейчас 155 прхэш, то есть компания сейчас начинает получить уже, получать, начинает заказ и начинает потихоньку подключать сюда оборудование, то есть 155 прхэш. На протяжении следующих четырех месяцев компания сделала заказ и мы еще увеличиваем мощности на 130 прхэш. То есть 150 прибавьте 130, мы значительно здесь уже поднимемся, да, по линеечке. И к концу, как я уже упомянула, к концу 2017 года мы планируем быть в тройке самых крупных майнинговых компаний в мире. И каким образом происходит начисление? То есть каждый божий день, когда компания нам производит начисление, мы получаем 50 процентов на свой собственный карман, мы можем эти деньги выводить, это по первому пулу. По второму пулу мы можем выводить 60 процентов на карман и 40 процентов уходит на реинвестиции. И по третьему пулу мы 70 процентов можем выводить на карман, 30 процентов идет на реинвестиции. Что значит реинвестиция? Она происходит на полном автомате, на полном автопилоте. Единственное, что мы можем здесь выбрать, это просто количество процентов, да, человек может выбрать сначала, ну, может минимально это 50, меньше поставить нельзя, либо поставить 60, 70, то есть с интервалом в 10 процентов до 100 процентов. Что происходит? На эти деньги, да, на проценты 50, 40 или 30 мы покупаем дополнительные микродоли. То есть, по сути, из тех ежедневных начислений, да, идет кусочек на то, чтобы покупать и обновлять новое оборудование в компании. То есть, по сути, каждый участник клуба обязуется, да, и это происходит автоматически, постоянно докупать и обновлять оборудование в компании для того, чтобы мы могли расти, увеличивать мощности и продолжать нашу работу. Поэтому, как только идет накопление, вы видите, да, что абсолютно каждая доля, она работает одну тысячу дней. И когда мы смотрим, тоже важно понимать, да, что когда человек, например, только-только-только зарегистрировался, то у него начинаются выплаты. И поначалу эти выплаты, ну, не такие большие, да, компания платит то, что она может выплачивать на самом деле, да, то есть она не может заплатить из того, чего не существует. Но с течением времени включается вот эта геометрическая прогрессия, да, как снежный комочек. Сначала маленький, вроде незаметно, но потом он нарастает все больше и больше и больше. И за счет вот этих реинвестиций, которые накапливаются, видите, они накапливаются, накапливаются там с интервалом определенным, да, и, соответственно, нам уже идут начисления не на одну долю, а на большее количество долей. Вот у меня на бэк-офисе такие цифры, да, что я практически все время выводила максимум на карман, сколько было возможно. Иногда, конечно, я ставила там, играла из других процентов, на 100 процентов ставила, на 70, на 80 тестировала, но большую часть времени я деньги выводила. Поэтому в первом пуле у меня накопилось, видите, всего долей 2.08, во втором пуле 1.8 и так далее, 1.6. Есть люди, и я покажу в дальнейшем примеры, которые ставили на 100 процентов реинвест и только сейчас начинают выводить, но у них накопилось гораздо большее количество долей. Так вот, смотрите, если я сейчас буду учитывать только то, что я получаю только по майнингу, да, не учитывая другие источники дохода, которые Битклаб дала для своих партнеров совершенно бесплатно, дополнительно, и не учитывая работу по структуре, то в этом случае, видите, вот общая статистика, да, я вложила деньги, 3500 долларов, я купила все три пула, это было 16 октября 2014 года. За это время по майнингу, вот и моя общая статистика, я получила 17.56484 биткоина, из них почти 10,5 биткоина, я вывела на карман. И сегодня очень многие люди задают вопрос, да, некоторые просто покупают биткоины в большом количестве и просто, ну, как говорится, на них сидят, да, ждут, когда биткоин пойдет наверх, и, соответственно, на этом делают прибыль. Но мы делали расчеты, исходя из того, в какой момент я заходила, да, мы посмотрели, тогда биткоин стоил 472 доллара. Вот посчитайте, да, на ту сумму, сколько бы я биткоинов купила. Прошло два с половиной года, если бы я просто купила, то у меня бы эта сумма просто и была бы на кошельке, она бы никак бы не увеличилась. Но за счет того, что мои деньги находятся постоянно в работе, постоянно идут деньги на реинвестицию, мои доли увеличиваются, то, соответственно, за два с половиной года я получила биткоинов больше, нежели бы я просто купила и, ну, и все, да, и ничего не делала. То есть я фактически вывела 10,4 биткоина, и у меня еще больше семи биткоинов находятся в работе, в реинвестициях и продолжают накапливать мне доли для того, чтобы мне ежедневно начислялись большие деньги. То есть это в чистом виде только по майнингу. Давайте рассмотрим другой пример, да. У нас есть партнер, который за все время, как только он зашел в проект, он ставил где-то, не знаю, года полтора на стопроцентный реинвест. Примерно за эти полтора года он накопил примерно три с половиной биткоина. Нет, это доли, да? Нет, подождите, так. Да, всего он заработал 3,47 биткоина. Из них, я просто смотрю, да, из них было выплачено, то есть какой-то промежуток времени, примерно с октября прошлого года он поставил на вывод. Но опять-таки смотрите, вот все то время, когда он инвестировал деньги, да, на 100%, он за это время не выводил. Вот вы видели, у меня накоплено две доли, у него накоплено 3,5 доли, то есть большее количество. За счет этого он сейчас поставил 50% на вывод, на реинвест по максимуму, сколько он может выводить. Но сейчас он получает уже как не на одну долю, да, и не как на две доли, а на 3,5 доли. То есть, соответственно, ну, это как бы более долгосрочный вариант с тем, что человек не выводит некоторое время, да, более продолжительное, но на долгосрочную перспективу наиболее выгодное, прибыльное. Есть другой пример, другого человека, который зашел в компанию чуть-чуть позже, но тоже ставил на 100% реинвест, то есть у него накопилось тоже больше трех долей, немножко тоже выводил, видимо, когда-то, да, то есть не в чистом виде 100%. Вот в последнее время он начал выводить, то есть первые полтора года примерно он на 100% реинвест ставил, сейчас начал выводить, и вот у него пошел уже ежедневно, доход, но опять-таки приходит по выплатам больше, нежели он бы получал просто как, ну, человек только-только зашел. Вот здесь скриншот тоже того же человека, который получает сейчас на 3 доли, да, при этом мы можем посмотреть по цифрам. Это человек, который был в Битклабе некоторое время, сейчас он выводит, и у него получается, видите, 0.0094, но вы видите, чуть ниже за 28 февраля 0.0011 Видите, каждый день по майнингу начисляются разные суммы, опять-таки, все это зависит от того, сколько блоков компания добыла, все зависит от того, какую прибыль мы получили. По сравнению, например, с новым человеком, сравнительно, который недавно зашел, видите, у нее выплаты, самые последние, которые были не 3.09, а 3.03, то есть она получает меньше, чем тот человек, который уже в компании дольше. То есть за счет вот этих накопленных реинвестиций он получает больше по деньгам. То есть вы можете посмотреть по деньгам, посчитать, да, если это нужно. Вот, и если вернуться еще раз сюда, да, к своему бэк-офису, тоже можно посмотреть, статистика идет полная по всем трем пулам, видите, можно все это просмотреть, посчитать. И идет полная статистика по каждому пулу, сколько было выплачено по первому пулу, сколько было выплачено по второму пулу и сколько было выплачено по третьему пулу. И вы видите, что по третьему пулу сумма значительно больше. Ну, во-первых, здесь сумма больше, да, в 4 раза, то есть 500 и 2000 долларов, да, в 4 раза больше сумма. В этом пуле меньше, естественно, людей, поэтому идет начисление на меньшее количество людей. и, соответственно, есть возможность вывести не 50%, а 70%. Поэтому здесь на вывод сумма идет больше, но накопленных долей меньше. Вот в данный конкретный момент у меня стоят на стройках 100% реинвест, потому что я хочу сейчас доли поднакопить, ну и, соответственно, больше зарабатывать. То есть вот такие цифры, это голые факты, которые есть по тем людям, которые сегодня вложили деньги, и это без учета других дополнительных источников дохода и без учета построения команды. Но я хочу это в любом случае показать, потому что в тот момент, когда мы заходили, компания мне начислила больше 7000 клапкоинов. Сейчас они на бирже стоят около 40 центов. Потом вот этот человек, так, сейчас секунду я найду, он получил клапкоины, видите, шло начисление, он получил 500, то есть он вложил 599 долларов. На тот момент компания начисляла 599 клапкоинов. Дальше он отправил эти деньги на майнинг, и видите, у него каждый месяц приходило по 10,9 клапкоинов на его кошелек, то есть продолжала приходить прибыль. И потом, 25 декабря, он вывел свои 730 клапкоинов. То есть нужно посмотреть на бирже Bittrex, сколько в тот момент стоил клапкоин, он эти клапкоины продал и, соответственно, получил прибыль. То есть это дополнительно к тому майнингу, который он до сих пор продолжает получать и будет получать в последующие много лет, сколько мы будем майнить, будет получать выплаты. То есть это был дополнительный источник дохода, дополнительный подарок от компании. И сегодня компания дает также акции CoinPay, это специальная платежная платформа, которая запускается в самое ближайшее время и, соответственно, будет приносить нам также дополнительный доход. То есть это то, что компания дает для нас дополнительно, помимо от того, что у нас идет добыча именно биткоинов. То есть компания создает, это у нее специальная концепция, разные направления основаны на технологиях блокчейн, которые доступны партнерам. И просто для примера я хочу еще тоже показать очень важный момент. Я хочу показать, сколько за 2,5 года я вывела биткоинов с учетом построения команды. Видите, выведено 79.35 биткоинов. Это всего выведено с этого аккаунта, 79 биткоинов. Но опять-таки существуют люди, которые называются инвесторами, и они инвесторы, которые покупают либо пул за 500 долларов, либо они покупают пул за 3 500 долларов. Но очень огромное количество людей, которые сегодня вкладывают в компанию больше 100 тысяч долларов. До полмиллиона, до миллиона долларов у нас есть несколько таких человек. И, соответственно, есть определенная стратегия постановки позиций в битклабе. То есть не все на одну точку, все деньги складывать. А, естественно, существует определенная стратегия, как делать так, чтобы получать максимальную выплату. Так, сейчас попробую нарисовать что-нибудь здесь еще. Вот смотрите, свои деньги распределяются по нескольким точкам согласно маркетинг-плану. То есть можно в отдельном видео, на отдельной страничке посмотреть, ознакомиться детально с маркетинг-планом. То есть у нас есть бинарная часть и у нас есть классическая часть, по которой у нас есть возможность получать вот все эти позиции, которые вот стоят вот здесь вот ниже. Мы получаем постоянный ежедневный процент от всех реинвестиций, всех позиций, расположенных под нами. То есть мы получаем сами по майнингу, и мы получаем вот эти все точки, они все получают по майнингу. И, как мы помним, определенный процент, 30 до 50 процентов минимум, идет на реинвестицию в автоматическом режиме. И когда человек, например, заходит здесь, в данном примере расчет идет на 100 тысяч долларов, но на самом деле можно взять сумму и больше на 500 тысяч долларов, и на миллион долларов, проценты примерно будут одинаковые. То есть я посчитала по всем видам бонуса, которые у нас сегодня существуют по маркетинг-плану. То есть что человек получает? То есть он получает при правильной расстановке, мы это помогаем делать, по кодовому бонусу он получает и плюс бинар, то есть кодовый бонус плюс бинар. Вот все вместе я тут подробно считала, это можно потом перепроверить. Получается, в целом идет больше 10 процентов, это то, что человек получает сразу же возврат по маркетинг-плану на ту сумму, которую он вкладывает. То есть это идет процент сразу возврат. Дальше. Каждая точка, абсолютно каждая точка, позиция поставленная на деньги, да, то есть не обязательно строить команду. То есть есть люди, которые сетевики, они строят команду и зарабатывают большие деньги, да. Я вам показала, сколько я уже биткоина вывела. Но есть люди, которые обладают деньгами, которые занимаются инвестициями. И, кстати, и сегодня очень крупные инвесторы, они говорят, что сегодня битклаб дает им большую рентабельность, чем обычный их земной бизнес и их недвижимость. То есть 10 процентов идет сразу, потом каждая точка приносит в среднем, это 3-5 процентов в месяц идет то, что мы получаем от майнинга, да. Каждая точка. То есть 3-5 процентов от майнинга – это то, что идет к нам уже на кошелек, мы получаем. И примерно такой же процент идет на реинвестицию. То есть сюда добавляется еще реинвестиция, в зависимости, где точки расположены, да, в определенных процентах идет реинвестиция вот от всех этих точек. И, соответственно, это дополнительные деньги на каждую точку. Плюс сегодня компания дает акции CoinPay, токены которых будут на бирже, и, соответственно, это выльется нам еще в определенную денежку. Клопкоинов сегодня компания уже не дает. Вот. И при правильной постановке человек достигает определенного ранга квалификации, и есть еще дополнительный бонус по маркетинг-плану, по которому он начинает получать до 3-х процентов от всех реинвестиций всех этих людей. То есть мы сюда получаем еще дополнительный процент. То есть, по сути, при инвестиции на гораздо большую сумму, да, мы получаем не просто по майнингу, но мы имеем возможность получать самый максимальный процент при правильной расстановке по маркетинг-плану, который каждый день, каждая точка получает в несколько раз больше, чем просто по майнингу. Вот. И, естественно, сегодня некоторые люди, крупные инвесторы, они это делают и, соответственно, получают вот эти проценты. Опять-таки говорю, да, что здесь идет расчет на 100 тысяч долларов, но если взять 500 тысяч долларов или там 1 миллион долларов, то есть примерно расклад будет тот же самый, да, больше 10 процентов по маркетингу сразу. И каждый месяц, каждый месяц мы получаем по майнингу и от всех реинвестиций. То есть можно сделать скриншот, да, еще раз просмотреть, просчитать, внимательно разобраться. Если есть вопросы, обращайтесь ко мне или к вашим спонсорам для того, чтобы, ну, получить более детальное разъяснение, да, то есть можно все это просчитать. Итак, убираем. Вот такие цифры, опять-таки, да, основанные на голых цифрах, голая статистика, основывая на том опыте и на том, что у нас было за эти два с половиной года. Естественно, что майнинг продолжается сейчас каждый день, ситуация меняется, сложность увеличивается, но, тем не менее, мы добавляем новое оборудование каждый день, поэтому, опять-таки, если высчитывать каждый день процент, да, достаточно сложно. И если считать процент, например, вот только, ну, 3-5% каждый день и считать годовой процент, то это не совсем верно. Опять-таки, да, обращайте внимание на то, что работают и подключаются практически, там, ну, в зависимости, какой процент, да, или каждые, там, 10 дней, каждые 3 дня подключается вот этот реинвест. И вот этот реинвест, он накапливается, соответственно, дает нам в день прибыль больше, и чем дольше мы находимся в компании, тем большую прибыль мы получаем. То есть нужно всегда считать с учетом сложного процента с течением времени, вот. И, опять-таки, по статистике у нас есть тоже другой пример. Наш партнер делал так, одну минутку, мне нужно как-то удалить. Открыть мои каракули. Так. На YouTube есть видео, которое выложил наш партнер, который показал тоже на своем примере, что он был в компании полтора года, он полностью выводил все свои деньги и абсолютно ничего не делал. То есть он не строил структуру, он практически даже бэк-офис не открывал, он не выводил оттуда ни одной копейки, а через полтора года он вывел полностью все свои деньги. Вот у него здесь есть статистика, да? То есть вот он зашел 29 ноября, он купил пул в 2014 году, и на момент снятия видео, это примерно через полтора года, у него на кошельке как раз так и была сумма чуть больше того, сколько он вложил. Это без учета клапкоинов, без учета того, что компания дала еще акции CoinPay, то есть без учета любых других дополнительных источников дохода. Это чисто то, что ему пришло по майнингу, да? То есть примерно полтора года он вернул примерно ту сумму, которую он вложил, и по сей день он получает каждый день, каждый день, каждый день, каждый день получает прибыль от майнинга, ничего не делая. То есть вот такие голые цифры, факты, поэтому взвешивайте правильное решение внимательно, потому что Битклаб сегодня действительно заслуживает внимания очень многих людей, очень крупных инвесторов и очень крупных и серьезных аналитиков в мире криптовалютной индустрии, включая Брок Пирс, который всячески нас поддерживает и помогает, и негласно вместе с нами. Роджер Вер раньше отзывался не очень хорошо, но в последний год он очень резко изменил свое отношение к Битклаб Нетворк и сегодня говорит очень хорошие, позитивные вещи. Вот, и сегодня это та надежная компания, которая будет приносить нам доход очень-очень-очень много лет, потому что майнинг будет продолжаться до 2140 года, и, соответственно, у нас еще много-много лет впереди для того, чтобы получать огромные преимущества по майнингу, потому что это действительно приносит сегодня прибыль. Если бы не было неприбыльно, то многие бы компании просто бы этого не делали. Вот, в игре останутся только самые крупные акулы, в которых мы как раз сейчас и превращаемся, причем в очень-очень быстром режиме. Вот такие данные. С вами была Олеся Петричек и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.